Давайте начнем работать. Сегодня у нас обширная повестка. Уважаемые участники соединения, что хочется, во-первых, сказать. Приближается уже наше празднование 90-летия Кингисепского района. Это пятницу, 1 декабря, первый зимний день. Мы отпразднуем свое 90-летие. У нас разумно обширная, хорошая, большая программа для горожан, в том числе. У каждого у вас есть такой флайер. Здесь основные мероприятия, которые будут устроены в городе. Естественно, у нас будет торжественное мероприятие в ГДК. К нам приедет губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Грозденко. Здесь программа его визита. Кингисепский район, давайте так возьмем, хотя бы, ну, отмотая пленку на 5 лет назад. Буквально, ну, свежие еще воспоминания, когда мы праздновали 85-летие Кингисепского района. Эта дата, вот вроде бы она была вчера, но 5 лет пролетело очень быстро. И эти 5 лет, конечно, они для Кингисепского района были непростыми. Во-первых, мы были свидетелями и участниками, конечно, масштабного государственного проекта. Это строительство порта Устуга, последних терминалов, самых знаковых терминалов, которые открылись. Это, конечно, Новотек, Сибурь и ряд других терминалов, которые сегодня успешно работают. Мы, многие, не верили в то, что этот порт вообще состоится. А, наверное, вот усилия государства, Российской Федерации, вот эти инфраструктурные проекты, которые были сделаны, это подходные каналы, энергетика, дорожное строительство, железная дорога и много-много другое, доказали, что мы можем строить масштабные проекты в рамках государства. И наряду с этим мы сами с вами вместе карабкались и создавали социальные новые проекты. Строили детские сады, школы, ремонтировали также детские сады, школы. Сделано очень много, сегодня это невозможно даже перечислить, просто вот невозможно, это надо брать, наверное, 3-4 листа, как минимум, вот просто пунктов 100 перечислить то, что было сделано в Кингисепском районе. То, что жители замечают, то, что они, может быть, не замечают, так должно быть. Но мы старались, старались не только в городе Кингисепе, не только в городе, но во всех поселениях что-то происходило, для того, чтобы нашим людям, кингисепцам, человеку жилось надежнее, комфортнее, безопаснее. И здесь присутствуют все люди, которые по своим полномочиям, муниципальные полномочия, региональные полномочия, федеральные полномочия, делали все для того, чтобы мы, кингисепцы, гордились тем, что мы работаем, творим и строим планы на будущее. Ничего бы это не состоялось ни в экономике, ни в социальном развитии, если бы не было тех людей, которые созидают, которые являются патриотами территории, которые переживают, которые видят, как строится все это. Ведь это все непросто, совсем непросто. Непростое время мы в принципе живем. Сегодня не будем углубляться, я не буду уходить в геополитику, в внешнюю политику, в внутреннюю политику. Непростое время. Но кингисепт достойно выглядит. Несмотря на какие-то проблемы, которые у нас остались, мы о них говорили и будем говорить. Эти проблемы решатся. Я не буду их сегодня перечислять, те проблемы, которые есть в районе. Мы их прекрасно понимаем и будем с этим бороться, чтобы как можно быстрее решить те небольшие проблемы, которые сегодня есть. Я хочу сегодня начать наше расширенное совещание с того, чтобы мы почестовали людей, мы начинаем честовать людей, за которых мы гордимся, что они есть у нас. С которыми мы вместе работаем в ежедневном режиме. Мы соединяемся с тем, что сказал Виктор Иванович. Действительно, у нас начинается праздничная неделя. Мы начинаем честовать наших пенесерцев, яморцев, которые внесли свой достойный вклад в развитие нашего пенесерского района. Но я хотел бы сказать о двух врачных веках нашего района. Это первое. Это, конечно, строительство производственного мини-посварит, которое дал толчок и развитие нашему району. И, конечно же, особые слова благодарности хотел бы сказать директору Шарину, который действительно не только занимался производственной деятельностью, но и создал уникальное, значит, оздоровительное учреждение, лагерь «Рассоль», где он сейчас развивается дальше. И второй момент, который сегодня хотелось бы отметить в связи с этим праздником, это, конечно же, губернатора Ленинградской области Александра Ильича Дрозденко. Как правильно сказал Виктор Ильич, именно Александр Ильич Дрозденко и тогда, будучи губернатором Владимир Анатольевич Густав, и, в общем-то, мне посчастливилось тоже вашему покорному суде участвовать в закладке камня строительства этого порта. И вот именно их энергия, двух этих руководителей, кенгисепцев, дала толчок и вера в то, что этот порт будет, дала толчок развития портовым сооружениям, и это явилось вторым дыханием для нашего кенгисепского района. Аплодисменты и трудовые успехи награждаются. Я и на Татьяна Анатольевна, ведущая специалист по работе с совершеннолетними комиссии по делам совершеннолетних защитных прав. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Аплодисменты. Как мы будем праздновать и что будет происходить у нас, расскажет Астин Александр Владимирович, пожалуйста. Сегодня мы подводим итоги ноября. У нас в ноябре состоялось несколько таких событий, очень знаковых в сфере спорта. Во-первых, у нас завершился чемпионат Ленинградской области по футболу. В этом году футбольная команда «Юность» заняла второе место, стали серебряными призерами. В воскресенье их будут чествовать в городе Луги, подводить итоги чемпионата и награждать. В том числе из Кингисеппа спортсмен стал лучшим бомбардиром, забил больше всех мячей. Поэтому есть отдельные номинации, где наши ребята проявили себя достаточно хорошо. Зарегистрировалась и успешно стала работать федерация бильярда Кингисеппского района. И в этом году уже добились хороших результатов. Наши баскетболисты в рамках проекта партии «Единая Россия» детский спорт участвовали в полуфинальных соревнованиях. Здесь на базе третьей и четвертой школы в городе Кингисеппе. И третья школа города Кингисеппо и Вистинская школа, соответственно, юноши и девушки, вышли в финал соревнований. И в следующее воскресенье выезжают во все Оржские районы, будут представлять наш район уже в финале и будут бороться за призовые места в рамках проекта. Ну и наша женская команда вчера в рамках сельских спортивных игр Ленинградской области стали бронзовыми призерами среди всех районов. И также внесли в копилку ценные очки и в конце года будут подведены итоги в целом по этой сельской спартакиаде. Что касается юбилея района, конечно, Виктор Ильич уже сказал, что на финишную прямую. Огромная работа была проделана, множество мероприятий, различных конкурсов уже состоялось. И 30-го числа мы будем подводить итоги всех этих конкурсов, участвовать самых активных жителей нашего Кингисеппского района. 30-го числа в 15 часов в городском доме культуры состоится звездная ассамблея лучших людей, лучших жителей, которые внесли огромный вклад. В 15 часов, и не могу не сказать, тоже один подарок. Завтра в 12 часов в поселке Вестина состоится торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Это подарок от Ленинградской области, от губернатора Ленинградской области, всем жителям Кингисеппского района, в частности Вестинского поселения. 1 декабря у нас подготовлена большая программа, начнется у нас главное мероприятие в 15 часов в городском доме культуры. Это будет торжественное мероприятие, куда также будут приглашены работники предприятий, организации, почетные граждане, представители наших городов, попротивов. Для всех жителей нашего района мы тоже приготовили отдельную программу, она начнется в 19 часов на Октябрьском бульваре, где пройдет праздничный концерт с участием группы онлайн, это группа из Санкт-Петербурга. Она у нас уже один раз была, оставила очень хорошее впечатление, достаточно интересные выступления, хиты отечественные. Ну и конечно специальные гости, это группа братья Гримм, они у нас еще ни разу не были. Они любезно согласились поучаствовать в наших юбилейных мероприятиях, готовят специальную программу для всех кингисеппцев. В 21 час по окончании концерта состоится праздничный фейерверк, тоже мы готовим большой секрет для наших жителей и всех, кто подойдет, потому что большой секрет такого фейерверка еще у нас не было. Поэтому мы всех ждем 1 декабря, просьба, все дела, которые можно отложить, принять участие в программе и получить заряд энергии. Все, что говорил Александр, все, что сделано для того, чтобы город был украшен, чтобы прошли хорошо, достойные мероприятия. И вот Александр приоткрыл занавес уникального фейерверка, который пройдет, это конечно, уважаемые коллеги, благодаря той сваженной работе с нашими предприятиями, с нашими меценатами, спонсорами, которые помогали все эти годы. Последние там уже почти что скоро будет уже 10 лет, как мы активно работаем с этими программами. Слава администрации, пожалуйста, в своих докладах быстро, карантейно, ситуация с первым теплом, вода, канализация. Рассказать, как у вас поселение сейчас происходит? Так, в режиме, в сфере сшивок нет, объекты строятся, многоустройство двигается и в осени строятся, проекты скидки начинаются на поле. Работа и служба ЖКХ работают в штатном режиме. Единственное из неприятных полетов, как это было в поле, в деревне Коин-Вазгородской стороне, отключение света с субботы на воскресенье с 4 ночи до 12 лет. В рабочем порядке сейчас заканчиваем еще на захоронении, в 42-м. И, в общем-то, должны быть тем, что до конца месяца. У вас много тоже было инвестиций в этом году в населении, поэтому все достигнуто, все результаты, которые вы перед собой ставили, они получились? Здесь все в рабочем режиме, в 42-й, в 95-й исполнение контракта осталось по одному контракту, до 1-го декабря все успевает. Пограничный дом начали вселять, 34-б, судовержник пограничный дом. То есть, выезжают, ЖКХ, отопление там есть, все постабильно. И уже на работу по отделке, утеплению, фасады и все остальное. Выключаем договор, опять же, с пророчкой компанией. Ну, тоже, все эти планы, потому что уставление, потихоньку, у нас отбудут, но все-таки, все-таки завершается, там, активная работа. Потихоньку идти. В порядке 42-й исполнение полностью, 95-й, и 5-й процентов осталось нам доделать. Получены субсидии области на тепло и воду. Подрядчик определен. Срок подписания контракта в 1-го декабря. До 15-го постараемся все не получить. В порядке 42-й, 95-й, как все заточено. При неприятности это отключение дозы, которая нашла на территории новой жизни. Доваря, да, там, один из водителей, я порвался, привода кушаса, там, блин, опять же, забирается. Ночью они подключились, генератор включения на полдома. Вы все не заканчиваете, я понимаю, да? Очень порядок, 95-й и 42-й закрыты, последний контракт по парковке у третьего дома, ну, за неделю, конечно, нет, но полторы недели будет закрыт. По проектным работам подрядчик работает, то, что модификация, и еще одно, что у нас будет это по числению, по проектированию, по числению. И устанавливаем. На территории святых решений 42-й у нас уже все угодно, на 100%, по 95-му на экономию. Средств мы ремонтируем участок дороги 470 метров в поселке Ивановская. Тельный ремонт у нас еще продолжается, бак-аккумулятор установлен полностью, отсчитались уже об исполнении работы. По котлу, замене котла, работа выполнена на 70%, ждем, когда будет доставленный котель в котельную. Все подготовительные работы выполнены. Большая пустоверность, что поселок замерзает. Мы совместно с управленчей компанией провели встречу с населением, выслушали все жалобы, претензии. В принципе, социальная напряженность в этом вопросе была снята, хотя это все выдумано. И как бы раздута информация от одного собственника квартиры, который сам нарушил у себя в квартире систему теплоснабжения. Горело два дома, две бани, один автомобиль, один сорок. ДТП было семь, погиб один, пострадали шесть. Ну и жалобы там на освещение, на одобрение и так далее. Информация о реализации проекта «Комфортная среда». Закроем все контракты. Да? Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Напомню, что у нас программа «Комфортная среда» стартовала 24 мая 2017 года. Подробная доступная информация была размещена на всех сайтах. В соответствии с поручением главы администрации Виктора Евгеньевича, подход к «Комфортной среде» был максимально тщательный. То есть мы выехали предварительно на место. Были запрошены требования от населения, которое проживает в тех дворах, где будет осуществляться благоустройство. И после проведения, получения информации и выезда на место, в том числе и со специалистами строительного отдела, было принято решение и составлено смет по всем адресам. В соответствии с оставленными сметами и бюджетом, который был сформирован, и состоянием внутридворовых территорий, было принято решение о благоустройстве внутридворовых территорий по пяти адресам. Товоротская 15-17, Товоротская 24, Восточная 6, 6, 8 и 10, это один из самых больших длинных дворов, и Большая Советская, дом 43. На сегодняшний день по вышеперечисленным адресам выполнено благоустройство от 85% до 95%. Единственное, у нас сейчас, до пятницы, было небольшое отставание, это по Жукову 12-а. На сегодняшнее утро проект показал, что работы выполняются, мы там дошли до 60% в течение двух дней. Работы, как и было сказано, будут окончены в течение 10 дней по благоустройству внутридворовых территорий, с установками малых архитектурных форм, куда входят детские площадки, скамейки, урны. От населения проводим, в том числе, мониторинг по выполнению работы, получаем информацию также от населения, как они, довольны качеством выполняемых работ и довольны тем, что будут установлены скамейки и, в том числе, детские площадки. Пока что только положительные отзывы. Здесь действительно отрицательный отзыв, который можно услышать, почему не в нашем дворе не выполняется работа, а выполняется в соседнем дворе. Еще 4 года эта программа будет работать, соответственно, чтобы каждый депутат, Александр Ильич, видел, что не сегодня, значит завтра у меня будут происходить перемены, потому что мне надо отчитываться перед жителями, перед избирателями и все остальное. То есть мы на это будем обращать особое внимание, но, Александр Ильич, приоритеты давайте вместе ставить. Мы ускоряем те обещания, которые мы выдаем гражданам, мы сейчас ускоряем за счет президентской программы, за счет поддержки губернатора Ленинградской области, адекватной той сумме, которой выделяется Российская Федерация, выделяется областью, мы вместе это все делаем. А программу очень легко сделать, потому что благодаря вам и вашей администрации в 2014 году, когда мы отдали вам наказы избирателей, вы сформировали, так сказать, эту шахматку у вас все есть. И просто нужно от этой шахматки нам и отталкиваться. Жалко, что, конечно, деньги стали дороже. Была программа, та была нами сочетана вместе с вами где-то 365-370 миллионов рублей, сейчас вы понимаете, это почти 700-800 миллионов. Поэтому должны и это кингисепцы понимать, но в любом случае мы будем двигаться сами. Не, ну и сегодня у нас средства массовой информации, как всегда, присутствуют. То есть, чтобы не только депутаты понимали, что, да, завтра, сегодня мы вот здесь делаем, завтра здесь, но и жители города Кингисеппа, Иван-города, и мы очень надеемся, что жители сельских поселений в следующий год тоже будут вовлечены в эту программу, потому что, конечно, что-то отдельно контролируете эту историю, вот, и мы двигаемся. Что мне было очень приятно, когда, ну, извините, что сегодня ссылаюсь на свой отпуск, мне очень было приятно, когда я получил фотографии, я не знаю, обратили к кингисепце, и вы в том числе все, как вписались вот новые скамейки в Октябрьский бульвар, белоснежные такие скамеечки, я вчера проехал, диваны, белоснежные диваны, вписались в Октябрьский бульвар, надеюсь, там скоро и фонтан новый, как говорится, мы уже откроем. То есть, вот таким образом мы должны дальше двигаться, качественно, красиво и надежно. У нас на сегодняшний день подготовлена уже адресная программа, это по обращениям жителей и по обещаниям, которые были даны, как уже было сказано в 2014 году, их 24 адреса. Единственная просьба к нашим уважаемым гражданам, которые обращаются по благоустройству, в 2017 году нам просили некоторые требования, которые для участия в комфортной среде были, это предоставление дизайн-проектов и иных документов, сейчас не буду все перечислять, Комитет жилищно-коммунное хозяйство готов в полной мере участвовать и содействовать в формировании данных пакетов. Такие адреса, как Большой бульвар 4.6, Воровская 1.13.15, Железнодорожная 4.6, тоже Железнодорожная 8.12, Воровская 33, Софья-Каралевская 3.5, это все предварительно. И по вашему получению будет проведено встречу с городскими депутатами для объединения тех адресов, которые требуются в 2017 году формирования адресной программы до 28-го года. Если у нас комфортность людей, которые у нас проходят в этом году, в 2017, то, как вы и сказали, фонтанный комплекс, выполнение работы осуществляется на уровне производственного объединения РАН. Контракт у нас будет выполняться по существующим договорам, которые есть. Он у нас до 2020-2012, 2017 года, но под договоренность ССО РАН и по темпу работы, которые сейчас предоставляются, как мы и сказали, в течение 10 дней все работы будут закончены. Там сейчас по благоустройству, которое погодные условия позволили нам в этом году выполнить, выполнены работы на 80%. Основная масса работы остается за установкой малых архитектурных форм, которые не требуются, то есть по благоустройству, не по благоустройству механизированного уборка уличной дорожной сети и довести до ума, вывести всю листу, которая была собрана по адресной программе с уличной дорожной сети. Есть определенные нарекания и указания губернатора Ленинградской области. В части была прямая линия. В моем отсутствии задавались вопросы, что у нас очень плохо убирается город, и компания «Город», одноименная компания «Город» не должна нас подводить. Если они так будут продолжать работать, хотя я вчера специально в долю поперек и взрешетил город Кенесе, я не увидел таких замечаний, такой дезинформации, которая была дана губернатору Ленинградской области на прямой линии. Это чей-то сценарий, чья-то подготовка вопроса. Это понятно, что был вопрос подготовлен специально. Но тем не менее, город, пожалуйста, вызывайте на ковер, мы с ними пообщаемся в ближайшее время, дату и время я скажу, и полностью обсудим, как они дальше будут работать. Если они не... у меня у самого есть претензии, тоже. Если они не поправят свою работу, мы будем с ними расстраиваться. Не только город Кенесе, но и Ивангород, и все сельские поселения, все ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, руководители ТСЖ, пожалуйста, мы в таком формате уже собирались. Давайте мы... дату сейчас не готовы сказать, потому что первый день на работе, мне надо выстроить свой график. Давайте мы на рубеже до 20 декабря соберемся в другом формате, в Доме культуры, ГДК. Соберем всех, на каждый подъезд Кенесеевского района, во всех сельских поселениях, в городах Ивангород и Кенесеев, развесить объявления такого характера, что проводим прием глава администрации Кенесеевского района со своими главными специалистами на тему ЖКХ. И пусть люди придут в Дом культуры, встанут в микрофон и выскажутся в присутствии всех ресурсоснабжающих компаний и управляющих компаний. Потому что в этом году мы как никогда очень тяжело запускали отопление, очень тяжело запускали отопление. Соответственно, нам нужно исключить все вот эти проблемы, чтобы они не возникали на следующий год. Исключить. За лето так поработать, чтобы мы включили себя просто в идеале. Соберем людей, пускай люди выскажутся открыто, откровенно, какие есть конкретные проблемы. Где есть хорошо, тоже пускай. Хорошо. Все, как держать? Не снижать вот этот темп и этот уровень. Анализ выполнения плана прививок в этом году, то есть, что за 10 месяцев все прививки выполнены на 84,5%. И у нас есть уверенность, что мы план вакцинации по району, он от календаря его выполнили. План по гриппу у нас до порядка 37 тысяч человек, если быть точным, то 36 тысяч 948 человек мы должны были привить против гриппа. В этом году у нас вакцина поступила вовремя до августа и сентября, поэтому 1 ноября план выполнены. Там проходила, так называемая, почищающая иммунизация, вот в ноябре были некоторые шероховатости по проведению прививок. В связи с дефицитом кадров мы были вынуждены перекидывать одних работников с одного объекта на другое, но это наши внутренние дела. До первого года жизни дохода против полиомиелита и вакцинация новорожденных против туберкулеза. Основная причина здесь это отсутствие длительного времени вакцины не только в Лигарском районе, но и в Легарской области в Северске с перипетиями закупок. Как только вакцина поступала, в любом количестве мы вызывали и перевивали. Хорошая работа, сентября. Редактор субтитров А.Семкин